Верблюд, пожалуй, одно из самых выносливых млекопитающих. Милое, мохнатое животное, которое называют ещё корабль пустыни. Организм верблюда совершенен, будто идеально продуманный механизм. Они могут обходиться без еды и воды до 40 дней. Для жителя села Баш-Дёбё Узгенского района Эльяра Курбаналиева животное стало верным другом и даже кормильцем. Это туркменские верблюды. Привёз я их из Чуналая и Казахстана. У них сложный характер. За ними нужен особенный уход. Я всегда стараюсь кормить их вовремя. В прошлом году я купил самца. В этом году надеюсь, что у нас скоро будет пополнение. Насколько нам известно, самка верблюда рожает раз на 12-14 месяцев по одному детёнышу. В хозяйстве Эльяра Курбаналиева есть 11-летние верблюды, также годовалые верблюжата. На данный момент 4 верблюда дают молоко. Зимой верблюд даёт за раз 400 граммов молока, минимум 200 грамм. Летом молока больше, почти литр. Зимой клиентов у нас меньше, поэтому и доим верблюдов три раза в день. За верблюжьим молоком к нам специально приезжают из Оша, Баткена и Джалабада. Верблюжье молоко вообще считается целебным. Оно помогает в лечении сахарного диабета, болезней желудка и гепатита. Литр верблюжьего молока стоит порядка 500 сомов. В основном его приобретают люди, которые находятся на лечении. Раз в полгода мы отправляем в лабораторию молоко и кровь наших верблюдов и выявляем, нет ли проблем со здоровьем. У нас есть свой ветеринарный врач. Обязательно проводим вакцинацию животных. Фермер взрослых верблюдов не продаёт. А вот верблюжат иногда продаёт по 25 тысяч сомов. В основном их приобретают для приза на разные мероприятия. Гульнур Абдеканова, Бекназар Абдекасымов, Джоумарт Караев. Новости Ошперин.